всем привет сейчас расскажу немного о подготовке нашего пресса класс 46 у меня много видео есть по нему в общем я расскажу что будем делать весной как его готовить сейчас скажу и в конце видео скажу то же самое все работы по поломкам по каким-то недочетам все делаем осенью осенью приехали с поля все поставили и все недочеты все убрали ничего не оставляю на весну все делаю осень потому что весной он должен уже работать не весной в сезон значит было на подборщики много менял пальцев в один прошлый сезон купил зеленые пальцы но мне сразу говорили что это аналог он там их видно будет не знаю сейчас да вот зеленым и вот такие черные пальцы зеленые пальцы полная херня не берите аналог ищите дилера ищите в вашем регионе покупайте оригинал оригинал ходят все как положено зеленые фуфло полно так по кардану кардан у нас сейчас вот стоит кардан у нас была проблема я его загнул не загнул а вот сломал вот этот вот здесь муфта двойной двойная этот крестовина стояла как бы вот это вот двойная крестовина она дает просто угол поворота и я все-таки думаю что ее она должна быть здесь то есть даже если при повороте трактора сюда то угол будет изгиба кардана здесь меньше чем возле трактора вашего пресс у нас и сетка и шпагат но я в основном кручу сеткой сеткой намного быстрее чуть дороже чем шпагат сеткам не обходится это подъемом подборщика он работает только в одну сторону то есть его подымаю приезжая на поле я его опускаю выставляю то есть вот этим винтом какой надо мне уровень и ровно еду где-то что-то как-то бывает что поправляю навеской чуть выше чуть ниже чтобы как бы при работе пресс стоял ровно и выкатывание рулона происходило сразу бывает что прокручивается рулон бункере и и не выкатывается вроде бы открыл должен выкатиться поехал на он оказывается у тебя еще в бункере бывает такое цепи по цепям что хочу сказать вот эта цепь совды пуска нам не обошла счета там около двух или двух с половиной тысяч рублей на сезон и и хватило сезон отхерачили около двух с половиной трех тысяч рулонов все я даже если ее в этот сезон в новую выкину мне этого достаточно никакую немецкую там за 20 30 тысяч брать не буду вот количество рулонов 2 272 это у нас за прошлый сезон значит обязательно смотрите за маслом масло сюда можно простую веретенку лить но будет простой быстрый расход сейчас льем дизельная вот стоят центральная смазка вот насос он работает при открывании то есть я открываю там цилиндр он засасывает масло закрываю он про но брызгает масло и происходит так вот смазка так кран перекрывной его никогда не трогал здесь больше не ничего такого нету чтобы вам показать да на стоят как выставить ремень сколько оборотов это шпагат сейчас покажу где сетка регулируется как она регулируется количество оборотов сколько выставить но естественно здесь если меньше всего и ремень меньше всего выставляем оборотов также ремень как заправить это большой ремень который идет на обмотчик так дальше сейчас посмотрим манометр что по манометру то есть доходит у меня до красного не довожу чуть-чуть то есть чувствую что бункер почти целый забитые тогда открываю но до красного не довожу это по сенажу до постоянно поджимаю здесь и нету механического закрывания замков на бункер и не должно быть я я так считаю потому что перри если бункер перри крутить сеном или сенажом и он начинает ломать эти вальцы выкручивать так что постоянно еду поджимаю то есть у меня где то ли на восьмидесятке гидравлика но она большинстве случаев не особо у всех хорошая так что рычагом постоянно поджимаю и смотрю когда как бункер заполняется заполнение сказал то есть она сперва много-много долго-долго едешь она вроде бы снизу зеленый прыгает начинаю поджимать она подымается потом снова падает потом поджимая на кверху подходит я уже вижу что практически бункер целый по нитке нитки я в основном использую на том но вот здесь на всякий случай положил вот такую была она в том году 2000 сейчас смотрю уже 2 300 или 2 400 шланг подключения один выход это плавающее положение 2 это как раз секция вторая секция то есть на 2 секции подключается ну третье в антезухе остается на навеску это принудительное открывание принудительное закрывание так что здесь а да это у нас натяжка сетки то есть вот такой вот я сделал кому поможет отпишите это я самодельное дело потому что здесь был крючок заводской он был короткий и не поджимал саму сетку до эту цепь я тоже поменял стоит новая новая совдепская также были за 2 или 3 тысячи купил и не заморачивался то есть вот это вот пружин поджимает вот этот захват он держит сам ролик то есть прижимает силой сила нужна на сетке для того чтобы нож обрезал вот сейчас покажу должно быть видно нож не знаю но допустим не видно вот он стоит сам нож вот дело в том что на нем стоят блять каленые болты и я их по срывал почти все там два или три осталось 2 или 3 я использую их как направляющий вот видно сварку направляющий то есть поставила прижал к месту и прихвачу при точении ножа снова приходится сварку блин спиливать и заново все это делать точить у меня была такая проблема крутили крутили были не обрезает не обрезает тык-тык-пык вот не обрезает там наточили ножик и все блин все грешили на сетку наточили ножик все пошло как по маслу до него лестница не полез что по настройке сетки сколько к оборотов и как значит вот он замок в взводится вот так вот но он сейчас заведен вот то есть вот у нас основная вот этот ролик вот ролик их тут его несколько положений сейчас эта страна покажу вон такой болт здесь сейчас видно не видно четыре положения вот этот болт этот ролик с таким мебельным болтом он отвечает за количество обмоток на рулоне то есть вот это тот защелка она при взводе вот цилиндр взвода обвязки сетки механизм обвязки степи взводит этот флажок он перри прыгает сюда из за и падает на этот ролик чем ниже этот ролик будет стоять тем дольше этот флажок будет подыматься и он при обмотке подымается и вы щелкивается сюда падает падает это нож то есть нож подымается взводится сводится и потом вот это вот защелка перескакивает здесь и падает падая срезает сетку и обрезается сетка в бункере то есть вот этот флажок чем ниже он упадет тем больше будет намотана витков на сено алисинаж на рулон то есть тайного выше и у нас будет меньше включение механизма обмотки сеткой выключение это вот этот ролик то есть если вам надо включить сетку чтобы обматывал вот этот ролик ставится вдвигается сюда и он придет в зацеп с этим флажком и начинает работать его можно вытащить перевернуть и вот тогда вот этот шестерня 2 она не будет зацепе и будет вместе с этой будет просто здесь в холостую крутится это с одной стороны включается так обмотчик сетки сейчас покажу еще где здесь вот эту шестеренку надо будет вставить вам или наоборот выключить чтобы нитка обмотилась ну если у вас только нитка то такого нет и скажу какой вот этот вот плохо видно там стопорная чека должна быть ролики которые ремень крутит чтобы она привод включался здесь не вижу я были забыл сейчас еще раз посмотрим чем после обмануть шлепу по воде нас затопила блин боюсь пара пуска штопорится она штопорится я не помню где она штопорится штопорится по моему тут ролик все пусть понял тот ролик он сейчас просто в холостую крутится а если вам надо чтобы шпагатом обматывал моего стопорим а ту звездочку снимаем и тогда он у нас будет крут крутить обмоточный механизм шпагат все пресс у меня непростой тоже хитро интересные вальцы у меня он сам по себе ну не новая модель один из можно сказать средних таких но вальцы у меня уже с планками планки они наваривал планки так и шли вот цепь звездочки этот пресс у меня уже третий сезон где-то в районе наверно три сезона уже был в районе это подшипники мы их уже меняли несколько штук скат скат такой на значит подшипники меняли вальцы доставали то есть все это нормально опять же брал подшипники наши литовские эстонские какие были в магазин такие брал сезон хватает и и ладно в общем на учились менять их делать так что вот так прессом очень доволен ни на что и не менять не дополнять его не не хочу и наверное не буду все он меня устраивает вполне и на сенаж и на сенаж тяжеловато конечно чаще приходится менять подшипники на сенаже потому что сенаж тяжелый а так все отлично лучше пресса я но тут дело в сетке наверное вот такой механизм ободки сетки меня вполне устраивает охренительно экономия времени нервов денег особо не экономит но мне нравится да за день спокойно не напрягаясь то есть в 11 12 выезжая 89 там приезжая можно делать 150 200 рулонов так что не расслабляясь делать делать не то что там курить писать и выходить там в туалет по пять раз на на час если в расслабленном режиме то можно 100 рулонов крутить если нормально делать 150 200 рулонов может ладно смотрите кому что интересно комментируйте пишите что добавить что показать что рассказать всем пока